Я не уверен, должно ли оно так работать, но у меня игра просто в окне, просто в таком окне, я не нашел настройку, как делать на весь экран, вообще ничего не нашел, давайте стартанем. Кстати, в итоге, AngelMaker, я взял не твой русификатор, а, ну, просто скачал, а не вижу ли. Но это случайность предопределена волей мира, я отвлек себя первую фразу, пропусти возрусификатора. Я не сошел с ума, я в полном порядке, и дурку не надо, не вызывайте дурка, все же забильно. Все, что я сейчас говорю, абсурдная правда, а не глупые фантазии. Неважно, как незначительно выглядит что-то, ведь оно может стать причиной больших перемен в будущем. Всем привет, Орлы, с вами Большие перемены в Берете, ты знаешь, что такое эффект бабушки? Если нет, узнай из дурки, пойми, насколько требуется быть осмотрительным. К сожалению, я был безответным, может быть, безответственным, если бы я понял, каким дураком был, то не потерял бы ее. И будущее тоже не стало бы таким. Начало мне нравится. Но откуда я мог это знать? Откуда я мог знать, что тогда у меня в руках был важнейший переключатель, с помощью которого можно было изменить судьбу всего человечества? Просто подумай об этом. Восприятие обычного чилика ограничено 99%. Кстати, интересно, почему у японцев точка она такая круглая, с чернотой внутри. Люди не обращают внимания на происходящее с частью их обычной жизни. А если их замечают, то сразу забывают об этом. Или даже сам мозг игнорирует эту информацию. Я хочу сказать тогда, что мне... Не будет таким легкомысленным. Ой, я помню, ты не трогаешь идти сейчас полчаса. Не делай ничего. Стримая, я думаю. Девишь, что ничего не произошло. Будь внимательнее. Рука зловещего заговора протягивается куда дальше. Чем ты думаешь? Всегда готовая обмануть тебя. А узкослательный знак у них такой, как у всех. Я не понимаю. Японский язык, конечно, да. Интересно, как китайском углевает точка. У вселенной есть начало, но нет конца. Безграничность. У звезд тоже есть начало. Но они гибнут из-за собственной силы. Ограниченность. Мудрецы глупее всех на свете. История нам это доказала. Рыба, живущая в океане, не знает о мире на суше. Не, ну это... Это как бы да. Это есть такая мысль. Будь аразумна. Она бы тоже пошла. Человек, превысивший скорость света, это еще больше абсурд, чем рыба, начинающая жить на сутише. Да ладно. Ну человек не может превысить скорость света, но при помощи всяких аппаратов, наверное, сможет. Камзамеву это последним предупреждением Бога для тех, кто еще сопротивляется. Насчет рыбы и суши, это, кстати, разумная такая вещь, я про нее слышал. Что, знаете, то есть мы воспринимаем себя как венец эволюции, потому что то, что мы видим вокруг себя, как для нас привычно, нам кажется, что то, что есть вокруг нас, это максимум. И мы не можем представить себе иной мир. Эй, что ты там бормочешь? Хм, тут довольно все странно. В элите сменялись кадры из аниме. Господи, что все такое громкое? Выйти из игры. А можно в меню попасть и сделать потише? Что она так орет? Ладно, может быть дело в моих наушках. Просто у меня почему-то такая проблема с тех пор, как у меня сбилось кое-что в настройках звука, что у меня каждая игра стала очень сильно различаться по громкости. Раньше почему-то они все были примерно одной громкости, а сейчас я постоянно слышу, что игра либо орет, либо тихая. Причем каждая по-своему. Телефон у моего правого уха не издает единого звука. Абсолютная тишина. Летнее солнце запекает меня заживо. А, то есть я вспомнил, он притворяется, что он говорит с телефоном. Там это очевидно в элите, потому что там картинки из аниме. По сути, Штайнсгейт Элита отличается лишь тем, что там картинки из аниме. Я не знаю, лучше ли это, хуже, но сейчас посмотрим. Мне элит в принципе нравился, но картинки из аниме это круто. Пот медленно стекает на мой подбородок и капает на асфальт. О, Карин, земля вызывает О, Карина. Передо мной стоит двушка. Она зовет меня по имени, пытливо наклонив голову. Мы собираемся проникнуть с глубокого вражескую территорию. Несмотря на неизбежный риск смерти, в ее невинных детских чертах нет и намека на напряжение. Потому что, чувак, ты какой-то ебанутая, она нормальная. Я закрываю ладони микрофон своего телефона, поворачиваюсь к девушке и прошу тишины, поднеся указательный палец к губам. Ты с кем-то разговариваешь по телефону? Мне нравятся анимации, они какие-то необычные для новеллы. Я киваю и прикладываю телефон обратно к уху. С той стороны все так же ничего не слышно. Моя совместительность достаточно мудра, чтобы хранить молчание. Вся эта область может находиться под прослушкой. Нет, я просто говорил кое с кем. Все отлично, я почти добрался до актового зала. Как всегда, мне никто не отвечает. Только же они просто ждут моего доклада. Мне кажется, он просто разговаривает с выключенным телефоном. То есть дурка, ребят, дурка. Это правильное решение. В любом случае, здесь опасно тратить время на разговоры. Да, доктор Нахабач обскакал нас. Но я должен убедиться, что он рассказал нам все. Обскакал нас. Новое слово. Организация. Довольно в глоссарии. Что, организация уже выдвигается? Посмотри, как попасть в глоссарий? Где кнопка глоссария? Правая кнопка мыши. Это пауза. Ау, это не пауза. Так, глоссарий, допустим. Я все ждал, что у меня, это, ну, игра выключится и, блин, звука нет теперь. Организация это организация. Не больше, не меньше. В принципе, на это можно было бы остановиться в объяснении. Ее официальное название совершенно другое. Даже прошептать его, значит, подписать себе смертный приговор. Ясно. В общем, чувак из дурки выдумал себе организацию и что-то там организует. Сейчас сделаю потише. Фоновый звук. Орет как тварь. Интерфейс. Ну, я не понял. Голос нормальный, кстати, был. Это все персы, да? Это персы. Черт, ну их. Ну, нормально, в принципе, для навала. Стандартно, я бы сказал. Ладно. Выйти назад. Миссию какое-то, не знаю. Может, мне кажется, как будто все немножко заторможено. Я сохранюсь на всякий случай. Пусть будет. Интересно, долгая ли эта игра. Мне бы что-то интересно стало. То есть, пройдем ли мы ее когда-нибудь или нет? Я же раскрываю свои глаза под стать моему Шакиру Нунтон. Осталось поиграть в Дрэгон Ромба и все. Полный набор знаменитых навалов. А, нет, гиперазмерение Нептуни еще осталось. Хотя и знаменитых навалов дохренища, поэтому... Хрен знает, какую навалу назвать знаменитой, как бы поставить точку, а где нет. Девушка поворачивается и удивленно смотрит на меня. Я вздыхаю, качаю головой, потирая свои виски немытой головы, которые все покрыты жиром. Ясно. Что ж, такой выбор врат Штейна. Эль Псай Кон Гру. Что это значит? Я хз и в Лосаре этого нет. Господи, почему? Господи, оно все равно громкое. То есть, диалог стал тихий теперь, а игра громкая, как тварь. Я не знаю, как это работает. Голоса я, наверное, верну интерфейс на всякий случай. Давай тоже загасим куда-нибудь. Я не знаю, поможет? Ты в гос, я не хочу из игры выходить. Ну, стало получше, да. Я говорю пароль и убираю свой телефон на грудный карман. Врата Штейна. Одни знают их, как судьба, другие воля божья. Людей, знающих об их истинной природе, во всем мире можно пересчитать по пальцам одной руки. Ладно, мы должны начать проникновение. Я продвигаюсь к радио Кайхан, что находится прямо через дорогу от железнодорожной станции. Конечно, это вражеская территория. Я не могу просто войти через парадный вход, как обычный человек. Я обхожу стороной лифты и эскалаторы, поднимаясь на восьмой этаж по лестнице. Как в Final Fantasy. 59 этажей. Но я дохожу. Нет, слушай, теперь слишком тихо. Господи, что ж такая игра проблемная? Я начал играть, уже проблем. Знаете, я смотрел на это Токио, на эти шумы на улице, и мне не хватает этого. Вот как мы с Лизой в прошлом году постоянно гуляли практически каждый день. Сейчас даже погулять особо некуда, потому что карантин, все закрыто. Может, в середине июля хоть что-то откроется. Просто немножко из-за этого у меня депрессия, потому что, ну, особо выйти некуда. Как бы можно выйти, но, в принципе, некуда особо. Поэтому каждый раз, когда куда-то идешь, знаешь, как глоток воздуха. Но не всегда, потому что ходить в одну и ту же ленту, как бы, это надоедает. Хочется куда-то еще. Но при этом еще, еще, как бы, есть то, что мне нужно снимать видео. И много видео, поэтому я немножко не успеваю вообще выходить на улицу. Поэтому обидно. Я знаю, что, наверное, не все меня поймут, потому что многие, кто меня смотрят, хиканы. И как бы им норм сидеть дома. И они не видят смысла вообще на улицу выходить. Но я раньше, у меня раньше тоже так было. Я раньше тоже не любил выходить из дома. А сейчас у меня как-то потребность появилась. Вообще, знаете, как часто гуляешь, бывает такое, что подсаживаешься на это. Я просто понимаю тебя чек крайностей. То есть, у меня бывает такое, что я подсаживаюсь на гуляния. Мне хочется гулять, гулять, гулять по все время. Потом у меня период, что я хочу быть затворником. Я хочу сидеть дома. И не дай бог, надо на улицу выйти. Но я дохожу только до седьмого этажа, как а силы покидают меня. С кем ты говорил по телефону? Девушка Шина Майюри немедленно возобновляет нашу беседу. Она следовала за мной всю дорогу и даже не запыхалась. Почему она должна была запыхаться? Мы так далеко идем. В то время, как я жадно ловлю ртом воздух. Упершись руками в колени. Кто мог подумать, что восьмиэтажное здание кажется таким высоким? Вытерев пот со лба, я снова смотрю на Майюрку. И спрашиваю, это для твоего же блага. Правда, Карин, спасибо. Майюри счастливо улыбнулась. Как обычно, быстро понимает серьезность ситуации и больше не пристает своими расспросами. Мне кажется, опрос достаточно простая, чтобы, скажем так, не задавать вопросов слишком ебанутому человеку. Мы знаем друг друга с детства. Майюри учится в старшей классе, ей 16. На 2 года меньше, чем мне. Так что она мне скорее как младше стренка, чем типичный друг детства. А как я смелла на этого чувака в Штайнсгейт Элите, я думал, что ему лет 30. Вообще, я не знаю, есть ли рутификатор к Штайнсгейт Элите. Я бы скорее в него поиграл, потому что там с картинками мне было поинтереснее. Здесь оно немножко однообразно, на мой взгляд. Ну, как типичная новелла. Там это было поживее. Там только английский язык меня очень смущал. Потому что там очень сложная писанина была. Мы живем недалеко друг от друга, и сколько себя помню, я всегда присматривался на ней. Раньше я надеялся, что Майюри может стать ключом к вратам Штейна. Есть, кстати, племя Маори в Новой Зеландии живет. У них язык еще есть Маори. То есть, ясно, она из Новой Зеландии. И сейчас я вновь подумал об этом. Я хочу, чтобы она всегда была на моей стороне. Всегда. Это так мило. О, автоматы. Я помню, она жвачку там будет покупать, а нет. Наконец-то мы поднимаемся на восьмой этаж и входим в зал собраний. Перед нами находится неброско выглящая сцена с подиумом и надписью «Пресс-конференция к доктору Накабача об успешном изобретении машины времени». Эй, Укарин, Укарин! Майори настаивает на том, что звать меня Акарином, но это не мое настоящее имя и даже не псевдоним. Всего лишь одно из тех раздражающих позвищ, что так любят использовать люди. А какое у него настоящее имя тогда? Майорио. Майорио, сколько раз нужно повторять? Не называй меня Акарином. Тут подпись везут Ринтара. То есть его Ринтар и зовут? Эй, но я всегда называла тебя так. Все это в прошлом. Теперь я Хоуин Кема, безумный сумасшедший ученый, который охотится секретой организации по всему миру. Постой, может быть Ринтар или как там? Может быть теперь этот Окаин, он безумный рулевик, который сошел с ума на почве своих ролевых игр. И теперь вот он вообразил себя безумным сумасшедшим ученым. По-моему, 18 лет в дурку еще рановато. Вы как считаете, Орлы? Я не знаю даже, как я назову эту серию. Наверное, что типа играю за чувака, сбежавшего из дурки. Ну такое сложное имя, слишком трудно запомнить. Истинное имя добавлено в глоссальный. В этом случае Хоуин Кема, это мое истинное имя. Так, хочу прочитать. Да господи, не то меню. Мне непривычно, что правая кнопка мыши это выход куда-то вовне. Так, истинное имя. Имя, которое отображает в себе истинную сущность человека. Духовная. Чу не бьё. Постой, оно тут, по-моему, все время написано, чу не бьё. Чтобы я не убирал. Так, где организация? Господи, нифига тут страниц с терминами. Нифига! Так, назад. Сколько страниц я хочу... То есть не страниц, а самих терминов. Сколько в игре будет? 180! Кого? На что? Энжел Мейкер, на что ты меня подписал? И кроме того, это даже не похоже на Окабо Рентара. Странный ты. Хе-хе-хе. Отстави этот дурацкий смех. Может, Окабо Рентара и мое настоящее имя, но я отказался от него, потому что оно звучит глупо. Нормально звучит имя. Обычное японское имя дебила. Ой, нормально, то есть. И поэтому я не люблю прозвище Акарин. Оно было составлено из моего имени. Акарин? Ну разве это серьезно? Это звучит как Акарина. Голубая трубочка эльфийского мальчика. А-а-а! Акарина оф тайм. Вот откуда название пошло. Акарина оф тайм это типа голубая трубочка эльфийского мальчика от Нинтендо. Вот оно что. Все, секреты. Ребят, все секреты передо мной раскрылись. Кстати, я сейчас нахожусь в праведном шоке, потому что 3 часа дня, полчетвертого, 27,5. Я уже был, будет 30. И вот летние дни, которые проходят сейчас, более-менее хорошие. Но, Орлы, если кто-то заберет пару градусов себе, в свой замерзший мухосранск. Забирайте, я только за. Ну так, Окарин, могу я у тебя кое-что спросить? В одно ухо влетело, в другое вылетело. Она звала меня так уже 5 лет подряд, так что, может быть, пришло время сдаться. А что мы здесь делаем? Постой, ты шла за мной даже не зная зачем? Угу. Она кивает, не прекращая улыбаться. Ясно, моя подруга тупая. Отлично. Это радио Кайкан, расположенное в Токио, а точнее в Акихабаре. Восьмой этаж, место, где кое-что состоится. Мы здесь из-за пресс-конференции доктора Накабачи. Мы стоим в актовом зале на восьмом этаже радио Кайкан. Здесь пройдет конференция. Доктор Накабачи, изобретатель. Время от времени он появляется на ТВ, и бабушки ставят воду перед телевизором, чтобы ее зарядить от его речей. И у него есть несколько патентов, хотя весь мир видит в нем только помешанного. Пресс-конференция? Ну где же тогда журналисты? А ты их не видишь? Полный зал. Майурь права. Действительно, зал пуст. Я осмотрел конференц-зал и не заметил ни операторов, ни журналистов, ни людей похожих на них. Это больше похоже на презентацию, чем на пресс-конференцию. Причем презентацию для нескольких ебанутых. Считаем, я в зале стоял где-то человек 10. Ну, мы вообще никого не видим. Да, всего лишь 10. Учитывая умеренный интерес прессы к Накабачи и тот факт, что он утверждает о своем изобретении машинным времени, я ожидал большего. Ну, понимаете, действительно интересное изобретение. Никто не рекламирует. Вот если бы он изобрел какую-нибудь кормилку новую для котиков, чтобы котик нажимал лапой туда, оттуда еда высыпалась. При этом еда бы не высыпалась, если котик уже слишком много съел. Я уверен, что это бы освещалось по всем каналам. Все были такие, это изобретение, которое спасет человечество. Может ли быть так, что и здесь замешана злобная воля организации. Я уверен, что даже если Иисус придет, из-под воды вылезет и хочет провести презентацию, никто на нее не придет. И освещать ее в прессе тоже и будет. Потому что люди скажут, нет, не Иисус, вы че, на небесах ты не Иисус. Я скребил губы в усмешке. Я думал, что на кабачи, как и я, ученый, сражающийся, чтобы свергнуть организацию. Но эта пресс-конференция говорила о других мотивах работы. Наши враги точно не упустят такую возможность. Предпочел. Блин, я бы предпочел, чтобы мне кто-то попу почесал, что-то зачесалось так сильно. Предпочел бы не совать нос в его дела. Тем не менее, я заинтересован в том, что он может сказать. Слушай, то есть мы его просто послушать пришли или мы как-то знакомы? Это причина, по которой я отражу здесь целый день из своих драгоценных летних каникул. А еще я пью кофе и какаю. Кстати, купил какой-то крепкий кофе по скидке. Называется Infinity. Дерьмо, не покупайте. У него привкус какого-то индийского кофе, который мне папа покупал в фикс-прайсе. Говорят, что крутой индийский кофе, высшее качество. Он там написан так. Я называю этот кофе пыль с индийских горов, как кашки индийской коровы. Майюри некоторое время обдумывает мои высказы и прежде чем, наконец-то, повернуть ко мне голову. Ты в этом замешан? Это его день рождения тоже? Я издаю вздох. Мире известны не только своими плохими шутками, но также и тем, что сама над ними смеется. Это про меня, кстати. Ну, правда, мои шутки хорошие. Она всегда была особенной, альтернативно одарена, я бы сказал. Майюри, будь начекой, я думаю, что это не будет обычная конфер... О, он сейчас пойдет, да? Я даже не закончил предложение. Нас атакует электромагнитная волна, добавленная в глоссарий. Пол сотрясся, а с потолка сыпется пыль. Нас точно атакуют сверху! Но мы на самом верхнем этаже. Выше только крыша. Землетрясение, два балла по Рихтеру, два по магнитуде. Есть ли вообще разница между Рихтером и магнитудой? По-моему, нет. Нет времени разбираться с замешательством Майюри. Тут что-то определенно не так. Слушай, ну это вообще странно. Я вылетаю из конференц-зала и бегу по лестнице, ведущей на крышу, игнорируя все запрещающие проводзнаки на своем пути. После детального исследования я выяснил, что замок был сломан. Я открываю дверь и вижу вздымающееся облако черного Дима. Чёрного Димки. В воздухе блестит что-то вроде светящейся пыли. Это взрыв! Я не могу в это поверить! Это действительно был взрыв? Мое сердце рвется из груди. Блин! Не знаю, что изробить. Должен ли я валить? Но почему произошел взрыв? Это террористен? Нет, всё не то. Я имею в виду, как объяснить это? Что это такое? Нет, слушай, действительно, это... Может быть, это и есть та самая машина времени, ради которой мы тут пришли? Странная машина находится посередине крыши. Она большая, наверное, метр три в высоту. Это космический спутик. Кстати, похоже на обычный такой спутик, только крупноват. Именно эта штука только что вызвала землетрясение. Кто поместил её сюда? И главное, каким образом? Доктор Накабача? Это часть его презентации? Невозможно. Даже если это и было бы так, так, чёрт поберём, втащу эту сюда. Это ведь крыша восьмиэтажного здания. Моу голову разрывают вопросы. Впрочем, очевидно, что я не могу найти ответы, спрашивая себя. А в то время, как я ищу всем мужество подойти к машине, толпа репортеров и работников учреждения выплёскивается на крышу. Пожалуйста, не приближайтесь! И тут девушка, которая, как я полагаю, является сотрудником учреждения, появляется, чтобы отвезти всех в зал. Пресс-конференция пройдёт так, как и запланировано. Пожалуйста, подождите там. Она пытается что-то скрыть, и ответ был необычайно быстро, словно она пыталась удержать меня на расстоянии от этого устройства. Этот запах. Запах заговора. Нет, запах воня от микрофона. Что они пытаются скрыть? Я попытался упорядочить свои миссии. Я хочу узнать, но я не должен рисковать, подходя ещё ближе. И разворачиваюсь и валю. Но не потому, что я испуган, или что-то в этом духе. Сотрудники учреждения уводят всех нас обратно на восьмой этаж. Майюри нигде не видно. Её нет даже в конференц-зале. Я нашёл её на седьмом этаже. Игрушки в капсулах. Добавлено в глоссарий. Ну, мне кажется, это и так понятно без глоссария. Несколько автоматов с игрушками в капсулах выставлены в ряд до пластины с надписью Родина японских ПК. ПК? Японские компьютеры? Нет, такое я не знаю. С горячими глазами она ставилась на автоматы. О, опять телефон. Я езду и вздох облегчение и достаю свой телефон. Это я вам. Я предчувствую относительно всего этого. Что-то происходит. Я поятия не имею что. Да, я знаю. Не беспокойтесь. Я не сделаю ничего, что могло бы поставить миссию под угрозу. Эллипсайконгру. Сказав пароль, я опять вытираю свой лоб тыльной стороной руки. Под мой, надо заметить, холодный. Одна половина меня надеется, что что-то случится. Другая половина боится абсолютно того же. Мы чувствуем мечеться между волнением и тревогой. Блин, всё-таки спрайты немножко... Не спрайты, а картинки скучновато. Всё-таки элит-версия мне больше нравилась. Возможно, может быть, просто ложить играть на элит-версии. Я убираю свой телефон и оглядываюсь на Майюри. Она всё ещё вглядывается в эти игрушки в капсулах. Её, похоже, совсем не беспокоит этот взрыв. Слушай, такая музыка всё время играет, претенциозная. Как будто сейчас, не знаю, Call of Duty начнётся. Там пришельцы высадятся на землю. Но при этом ещё не происходит. Её, похоже, совсем не беспокоит этот взрыв. Я не могу решить, что она так хорошо себя контролирует, или у неё просто ветер в голове. Мне кажется, просто ветер в голове. Хотя она даже выглядит немножко ветрено, наверное. Майюри, что ты делаешь? Ну, просто я правда хочу Уппу. Как я и полагал. Она хочет... Господи, Райнет Кокеру. Что это? Я не буду читать описание. А, это серия 3D-кукол. Понятно. Майюри усталивалась на автомат с игрушками. Табличка впереди его гласит. Это серия 3D-кукол персонажей Райнет Кокеру. Я думаю, Райнета перепутали с Ракнет. Ракнет. Раков нет. Это популярный аниме-сериал, в котором даже есть собственный спин-офф в виде карточной игры. Райнет Аксесс Баттлерс. Они даже проводят международные турниры. Нифига себе! Кот как Гвынт. Упа. Это маскот серии. Выглядит как яйцо с торчащими конечностями и немного напоминает деформированную собаку. Кстати, мы когда с Лизой вчера гуляли, я увидел двух лабрадоров, и я был поражён их спокойствием, что все собаки как-то так бегают вокруг, вяляют хвостами, а лабрадоры тупо спокойно шли, причём со скоростью чувака, который их вёл. То есть они не пытались обогнать его или идти сзади. Нет, они шли очень спокойно. Хотя, может, они были пожилыми. Это то, что и называют уродливо милым персонажем. Уродливо милый персонаж. Не одобряю. Школьница по какой-то причине находит этих созданий очаровательными. В прошлом году был в моде уродливый персонаж лягушка. Его имя я, однако, забыл. Тогда вперёд! Однако я не могу гарантировать, что ты получишь именно уполн. Мариюри одаряет меня беспокойной улыбкой. Ну, Майуши, кончились монеты в 100 йен. Майуши так иногда называет себя Майури. По её словам, правильно должно быть со звёздочкой на конце. Майуши звезда. Ну, кому действительно есть до этого дела? А как это в речи произносится? Майуши звезда? Ну, так что, Карина, Карин, можешь задождить мне 100 йен? Ясно, то есть она пошла со мной, чтобы я тратил на неё деньги. Всё понятно, шлюха. Она выставляет свои руки вперёд, словно щеночек-попрошайка. Ясно, инстасамка. Похоже, она планировала всё это с самого начала. Ну, хорошо, по крайней мере, она не сказала мне живо. Ты думаешь, что всё так легко, Майури? Ты не получишь от меня денег. Мне изначально придётся насосать. Вместо этого я покажу тебе, как на самом деле жестока жизнь. Я достаю монету, что я вставляю в слот машины. Я представляю, как это эпично выглядело бы. Он достаёт монету, крутит её на пальце. Знаете, как в каком-нибудь якуде. А крутится на пальце. И он хватает её и с грохотом вставляет в автомат. А потом медленно и спокойно выпадает эта куколка. Это было бы забавно. Ну, то есть, типа, знаете, как японцы умеют. Так. А, ага. Я открываю капсулу и достаю из неё содержимое. Майури с нетерпением отклониться вперёд, чтобы видеть, что я достал. А, это упа! Он металлический, металлический упа! То есть, оно что, выпало, да? Оно выпало? Он редкий? Суперредкий! После извлечения металлической упы мы отошли от пожилого автомата. Какие-то школьник побежал к району от автомата попытать счастье. Ах, обычный упа! Он с обидой смотрит на мою металлическую упу. Майури стояла рядом со мной с сияющими глазами. Мда, Майури с ним на одном уровне. Отдаю это создание из металла. Тебе, Майури, правда, мне он не нужен. Правда, ты уверен, ну, Карин! Я хуин Кёма! И спасибо, Карин! Может, она называет меня Карином нарочно? Нет, просто она тупая. Песконференция доктора на Кабачи об изобитении машины времени скоро начнется. Глухой микрофонный голос раздался с верхнего этажа. Похоже, конференция начинается. Я пошел на восьмой этаж. Конечно же, Майури не пошла. Пошли, Майури! Подожди, подожди, я же должна написать свое имя на УПе. Пожла полностью поглощена этой УПой. Рад представить вам нашего изобретателя, доктора на Кабачи. Приветствуйте его бурными аплодисментами. Ну, хоть людина появилась. Все не так плохо. Под хлопанье парочек появился доктор на Кабачи. Почему-то у него кислое выражение лица. Видимо, он съел узбекский лимон. Я даже отсюда чувствую его раздражение. Я доктор на Кабачи. Спасибо, что пришли. Итак, леди джентльмены, позвольте рассказать вам о своей теории машины времени и величайшем научном прорыве этого пожилого века. Машина времени. Он и правда создал ее? Записав свое имя на УПе, Майори пришла в кабинет. Она опять притормаживает, даже сильнее, чем обычно. Чем думала она будет презентация по машине времени? Ну, я не знаю. Она ничего не думала. Она просто так сюда пришла. А ты думал. На Кабачи уверенно начинает говорить с микрофоном в пожилой руке, включая меня в конфет-зале около 20 челиков. Больше, чем было раньше. Но, как ожидалось, операторы и журналисты не появились. Так вот, каков предел известности доктора на Кабачи? Никто не верит, что он изобрел машину времени. Если повешенный скажет, я изобрел машину времени, люди саркастично смеются и ответят, он ебанулся? Я пришел сюда, потому что мне интересно, что он скажет. Но я не ожидаю от него многого. И чем больше я слушаю его теорию, тем больше меня наполняет разочарование, постепенно переходящее в ярость. Доктор! Не обращаясь на то, что эта пресс-конференция громко заорал. Хватит держать, а за дураков! Ты еще кто? Кто я такой? Тот, кто обличил вас в мошенничестве? Вот кто! Все, что вы сказали, скопировал Джона Тайтера. Как вас смеетесь звать себя изобретателем? Кто-нибудь, вы выглядите этого человека из зала. Это именно вас надо выгнать, доктор. Как вам не стыд? Но у вас нет права называть себя изобретателем. Как ты смеешь? Заткнись, мелкий сопляк! Кто-то сзади хватает меня за руку. Будучи уверенным, что это правительственный агент пришел забрать меня, повернулся и посмотрел на человека. Отпусти меня, ты! Ой. Эта девушка примерно того же возраста, что и я. То есть, ей 18 годы. Она сверлит меня тяжелым взглядом. Настолько прямым и неустрашимым, что я растерялся. Я помню это лицо. Где же я ее видел? А-а-а! Это Макиса Курису! Это Киса Пиписа! Я не встречал ее раньше, но я знаю ее лицо. Несколько дней назад мой друг Дару показал мне журнал. У нее была статья «Девушка-гей читает лекции в Акихабаре». Статья была о двушке, которая этой весной в 17 годы закончила американский универ. Ее исследования были опубликованы в крупном научном журнале «Домовенок». Гениальная девушка Макису это Киса Пиписа. Я узнаю эту упоротую девушку по той фотографии. Как и на фото, сейчас у нее такой же угрюмый взгляд. Упоротый. Зачем мне понадобился такому гею? Не можете отойти со мной на минутку? Спросила она, окидывая меня строгим взглядом. Что за поведение? Она, очевидно, не работает в радио Кайкан. И не может такого быть, что сама Макису и Курицу работала с кем-то вроде доктора Накабача. Стоп. Может быть! Ты агент организации? Ага. Ух, они зашли так далеко. Я недооценил их. Перестаньте нести чушь и пойдемте со мной. Э? Я заткнулся и послушался, потому что я был подкаблучником. Я и так привлек много внимания спорить с Накабача. Именно, и мне очень понравился взгляд, который смотрел на меня этот изобретатель. Для него должно быть это оскорбительно. Быть изобличенным таким юнцом, как я. Сейчас мне нужно выбраться из ситуации, в которой я оказался. Я безумный, ебанутый ученый, преследуемый организацией. Я не должен вмешивать в этом Аюре и других людей. Ма Юре не пошла со мной, чтобы не привлекать внимание аудитории. Нет, потому что ей пих. Я послушно следую за кисой пиписой, которая вывела меня из конференц-зала. Ну, просто я люблю коверкать и вина и слова. Вам не привыкать. Только попробуйте, что ему сделать со мной. Люди узнают об этом. Что-то скажет твое начальство. О чем вы говорите? Видите себя культурно? Она смотрит меня очень напряженно, как будто хочет посракать. Черты ее лица очень красивые. Красивый агент непревзойденный в жестокости. А в опасности? Но почему-то мне весело. Слушай, мне нравится ее красный галстук. Орлы, мне нужно подготовиться к стриму, поэтому серия чуть короче на 2 минуты, чем должна быть. Орлики бей, вот это первая серия. Я выстил ее публично. Если вам понравится, я буду продолжать проходить эту новеллу для всех. Если нет, то она будет выходить только для элитных орликов. Ну мы посмотрим, как дела пойдут. Возможно, следующая серия уже будет по элитной версии, если ее перевели на русский, потому что, блин, в элите мне больше нравились картинки. Здесь как-то скучновато смотрится. Вот в элите было поинтереснее. Там кадры, конечно, там все сделано из кадров из аниме, но мне-то как-то больше нравилось. Они посимпатичнее, чем вот это. Я почему бы думал, что тут будет супер какая-то крутая рисовка, но как бы анимация, это, конечно, круто. Там анимации нету, но там мне нравилась сменяемость картинок, что постоянно какие-то новые изображения и меня это цепляло. В общем, увидимся в следующей серии Орлики Би и всем пока. Аджел Мейкер дождался, да? Субтитры сделал DimaTorzok